Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами в этой реальной студии на конференции DevOpsConf Russia 2018 находятся аж три подкастера, а именно я, голодный, из города Иркутска. Крис Дэймон из Москвы. И Иван Глышков из DevZone. Я из Иркутска, он из Москвы. А ты из DevZone, вот молодец, да. Но не только мы, сегодня в этом подкасте мы поговорим, ну, в широком смысле, про мониторинг. И у нас здесь целых два человека, которые за это, за всю мазуту могут топить на эту тему. А именно у нас находятся Николай и Павел. Ребята, здравствуйте. Привет. И вы оба из компании ОКМетр. Да. Слушайте, а вот вы же не просто так на конференции DevOpsConf Russia 2018. С докладиком. Расскажите, что был за доклад, про что это вообще. И мы, наверное, немножко должны про ОКМетр тоже поговорить. Я тогда глубоко зашел сразу. Ну, у меня был доклад про то, как мы внедряли у нас кубернетус. Да какая-то боль, слушай. Нет, это не боль, это процесс. А, да. У меня первый раз это, да, ну, подожди, это процесс, все нормально. Кстати, доклад назывался, как там? Кубернетус для тех, кому за 30. Да, кстати, кому за 30, можете тут же выключить. Кубернетус помечен шилдиком 30+. Да, 30+, да. Поэтому, да, убедите детей и тех, кому меньше 30 от, соответственно, ваших приемников. И продолжаем. Ну, по жесткачу будет, собственно, значит, подкаст. А как это все происходит вообще, собственно говоря, внедрение в большой компанию? Нет, главное зачем? Главное зачем? Главное, чем издалека. Зачем? Чтобы управлять ресурсами. То есть у нас была задача, у нас нет задачи CICD делать, у нас его нету. А как бы задача управлять ресурсами и запускать наши сервисы на каком-то множестве серверов есть. И это стало делать на текущих инструментах больно, ну, не больно, а сложно. И мы приняли решение, что мы хотим кубернету. Ну, я вот знаю, что очень часто кубернет, ну, одна из главных мотиваций с точки зрения, ну, как бы разработки, это уплотнить каким-то образом на своих серверах, ну, то есть, полотность размещения ресурсов. Нет, просто более эффективно используем ресурсы. Да, более эффективные ресурсы. А у вас, как-то немножко другая, как бы, история. Нет, я бы сказал, что то, что ты называешь, как раз в большинстве компаний нет такой мотивации. У них задача построить абстракцию над серверами для разработчиков. Ага, вот так. А, как бы, у нас задача противоположная, как раз использовать емкость, использовать ресурсы для запуска своих сервисов. Угу. Ты рассказывал о вот этом вот всем внедрении. Ты рассказывал в настоящем, в большом, в главном зале. И, конечно, будет видос, и, конечно, будут какие-то материалы. Но вот до тех пор, пока они появятся, что бы ты мог такое, как тизер, завесить для наших подслушателей? Ну, это история про то, как начать внедрять кубернетес и не утонуть в новых для себя терминах, понятиях, словах и технологиях. Как взять только самый минимум и сделать первый шаг, внедрить, откинув все лишнее и, там, поборов свои, не знаю, там, страхи, сомнения и все такое. Вот. Ну, как просто вот взять и сделать. А сколько времени вообще в компании «Окметр» заняло вот это вот, собственно говоря, внедрение? Человек в месяц, а где-то календарный месяц. Очень быстро. Да, очень быстро. Мы небольшие в плане инфраструктуры и сервиса. Будьте осторожней и... Мы помолчим, мы это вырежем, просто весь этот кусок. Вот это вот все сейчас, 10 секунд, они там поорут. Погнали. Да, ну, шоу-ноты, конечно, мы в шоу-ноты, если уже к моменту выхода подкаста появятся видосы, мы, конечно, положим всякие ссылочки. Но если нет, то, соответственно, мы завешиваем эти тизеры и потом в следующих выпусках подкастов обязательно добавим. Кстати, хороший вопрос. А на чем или каким образом вот это оркестрировалось ваше решение до того, как в БС появился Кубернетис? Ну, голая железка с операционкой, с Линуксом. И Ансибель туда ставил. Когда пакеты, когда бинари прям притаскивал и запускал. Можно понять масштабы, примерно? То есть количество серверов, количество разных сущностей, сервисов, бинарников? Сервисов около 10. Это не считая Stateful Service, не считая Кассандра, Эластика и прочего, что у нас есть. Это именно наши сервисы. Количество серверов, ну, там, пара десятков. А в какой момент стало больно уже? То есть, когда вот уже боль возникла, что, типа, что-то, когда этот трамвай идет не туда? Когда возник третий тип купленного dedicated сервера, и в инвентарии Ансибеля началось совсем мясо, что на этом сервере то и то, а на этом то и это. И вот, когда началось уже такое, что ты не помнишь, где больше всего ресурсов осталось, считать это в голове уже невозможно. В мониторинге показывается факт, но не показывается то, что ты при максимальной нагрузке получишь. Поэтому уже пришла необходимость это делать более как-то... Динамически я, по-моему, с меньшими, получается, усилиями. Ну да, да. Слушайте, ну это, как бы, такая, как бы, типичная история. То есть, ты находишься в состоянии, что у тебя такой какой-то фарш на тебя летит, в общем, из мясорубки, и ты такой, типа, аааа, блин, что делать? Слушайте, когда ты внедряешь кубернетес, вот тогда на тебя начинает лететь фарш. А, вот так, да? А до этого как-то ровными пластами, да? Ну да, он как бы нарастал, нарастал по кусочку. А то есть, получается, бывает иногда тяжело даже понять, что у тебя начались проблемы, потому что, как бы, слишком маленькие инкрементальные усложнения. Начались проблемы, мне кажется, ну то есть, про какие проблемы мы говорим? Про проблемы того, что выкатывать это сложно. Ну там все-таки единица прибавления сложности – это там новый сервис, да? И там, мне кажется, все равно это заметно. То есть, когда ты понимаешь, что их у тебя, ну, все знают число 7 плюс минус 1, да? То есть, когда их у тебя 7, ты помнишь, что происходит. Когда у тебя их не 7 сущностей, которые тебе надо вот оперировать, то ты уже начинаешь теряться и класснее использовать какую-то вот автоматизацию, которая тебе… их сводит обратно до 7 или меньше, правильно? Ну то есть, кратко, для тех, кому больше 30, если у тебя больше 7 серверов, переходи на кубернет. Больше 7 сервисов или больше 7 типов серверов. Больше 7. Больше 7, все, переходи на кубернет. О, нормально, все, совет для 30-летних, да, кто уже не шарит, да? Ну, слушай, так и медленно шарит. Запасись человека месяцем и начинаем. Да. А прежде всего лишнее, да, как бы, и скелет, скелет внедри, а потом нужно нарастить. Что в этот человека месяц входит? Я имею в виду, если взять полную установку всего и подготовку ко всем непредвиденным обстоятельствам, понятно, что там будет больше месяца. Или не будет? Нет, если ты все спланировал и этот месяц хорошо ботал… А-а-а-а, вот оно, да. Если этот месяц потратил на планирование. Физического ручного труда зависит от того, в каком состоянии твои сервисы. Наши сервисы на тот момент либо были в докере, либо докеризировались за полчаса, потому что это, как бы, там, гошный бинарик был, да? Поэтому мы не тратили на это время. Если ваше, там, приложение в каком-то более запущенном состоянии, может быть и больше. То есть, тут очень важный момент. Когда мы говорим о месяце, мы говорим о том, что до этого присутствовал достаточно продолжительный процесс планирования. Нет, это включено. А, это включено даже. О, вот так вот, да? Интересно. Нет, вот просто, видишь, вливается в то, что если, в принципе, у тебя архитектура твоих каких-то сервисов уже, ну, там, вот, либо докеризирована, да, контейнеризирована, то это все проходит значительно проще, ну, просто понятно. Ну, да, да, да. Понятно, да. Если у тебя там все, условно говоря, монолит, и тут ты говоришь, давайте бы сейчас побыстрей на микросервисы с кубернетом. Мне кажется, еще тут вопрос владения этой инфраструктурой у нас, во-первых, мы сами владеем нашей инфраструктурой как в терминных серверов, так в терминных сервисах. То есть, в смысле, как овнеры, ответственные за вот это все, в компаниях зачастую, когда начинают внедрять кубернетис, на это пускают там отдельный юнит, который все существующее, который они насколько-то знают, насколько-то не знают, пытаются перевести на это, да. И потом еще всем тем людям, которые это существующее, на самом деле они этим владеют, они им пытаются объяснить, смотрите, теперь вы будете жить вот так. И именно, то есть, мне кажется, временные затраты именно на человеческую коммуникацию, на распространение вот этого знания о том, как мы приготовим кубернетис, чтобы наше улеглось туда, и как оно вообще устроено, чтобы его туда уложить. Мне кажется, вот на это больше всего затрат. Поэтому для нас это было быстро. Мне кажется, в этом дело. Ну, мне кажется, мы вообще в подкасте уже созрели, сейчас поговорите про архитектуру вашего решения, потому что, как бы, вот, говорить вот так вот немножко в воздухе не очень интересно. Как все внутри ОК Метро устроено для того, чтобы потом вот, хоп, за месяц и все получилось? Ну, у нас есть две принципиальные куска кода, да. Первый – это агент, который мы отдаем для установки на сервера клиентов, который в метрики собирает, там, автодисковерит и так далее. И вторая часть – это облачная, ну, как бы, серверная часть, которая принимает от коллектора, ну, как бы, коллектор принимает метрики, и дальше с ним происходит, там, не знаю, укладывание на хранение, проверка триггеры, там, наш, там, гигантский сет этих вот эвристик, которые проверяют, что там что-нибудь сломалось, не сломалось, и так далее. Вот эта вся штука серверная, она устроена как раз в десяток сервисов и какое-то количество хранилищ, там, тех или иных, там. Включая Кассандру, мы недавно серьезно подсели на Кавку, у нас также есть Эластик, совсем чуть-чуть постгресса. Здесь мы должны обязательно передать привет одному из наших подкастеров, которые… Кавка, 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 да. Но, кстати, когда ты говорил о сервисах хранения, то есть, вот, Кавка, как это, как механизм, собственно говоря, а что под низом, то есть, где физически все хранится? Кавка – это вал. Ну, да. Вот. Прежде всего, данные, как мы знаем, с РСУБД должны попадать в вал. Ну, понятно. Вот, данные попадают в вал, а дальше, в зависимости от, ну, как бы, задачи, они попадают либо в оперативное хранилище, которое там, вплоть до того, что в памяти хранит последний хвост, оно попадает в сервисы, которые их укрупняют, делают какие-то продолжительные куски, и потом на архивное хранилище, ну, как бы, архивно-оперативное, он укладывает блобы гигантские в Кассандру. Ага, вот так. Да. А какие размеры вот этих вот гигантских блобов, чтобы мы понимали? Не, ну, не гигантские, но по сравнению с одной метрикой, которая там, флоу от 8-битной, ой, 64-битной, это там мегабайт и десятки мегабайт, это пачка метрик, которая хранит несколько часов. То есть, ну, не гигантские блобы, но такого, увесистого размера. Ну, да, их уже сложнее читать, сложнее отправлять, там, какие-то операции по ним выполнять. Я помню, ты когда-то, по-моему, где-то рассказывал, что вы их там сами сжимаете, как-то пакуете, чтобы оптимизировать место. А есть какой-то там доклад, что-то послушать или посмотреть про то, как вы жмете данные? Жмем, да там нет ничего интересного, вопрос, как подготовить большую пачку данных для сжатия, потому что сжимать один флоу, это без толку, как мы знаем. А подготовить много данных, чтобы можно было их сразу пожать, их нужно подготовить как с точки зрения того, как они пишутся, так и с точки зрения того, как они будут читаться. Если вы нашли пересечение, вы этот кусок данных берете и жмете чем угодно, и оно хорошо жмется, потому что наш датасет показывает, что это хорошо жмется, в большинстве случаев. Прикольно. А вообще вот эта вот история про, ну ты сейчас фактически перечислил по большому счету сервисы, которыми вы работаете. Кто-то жмет, кто-то, соответственно, достает, кто-то анализирует, кто-то составляет длинные ряды и так далее. А насколько велика вероятность появления у вас нового типа сервиса? Потому что сейчас есть какой-то сабсет, и у вас есть какая-то статистика накопленная, что каждый год у нас появляется минимум один новый сервис и так далее. А вот какое-то количество, какой срок? Ну, появляются. После того, как мы внедрили кубернетис, появилось как минимум 2-3 сервиса. Раньше мы, может быть, не стали ничего такого делать, а так как стало легко их запускать, мы их, собственно... Кубернетис провоцирует, в общем, для этого. Провоцирует дико, да. И теперь вот я надеюсь, что один из этих двух-трех, который появился, мы его выпилим, выкинем. Ура! Зато и проще как бы выпиливать, выкидывать, и это прям приятно. Такой, выкинул и так... Это как рефакторинг, да? Мне кажется, когда какой-то кусок кода, который там лежал, он такой... Я его удалил уже, все, наконец-то! Да. Да. А как с точки зрения архитектуры работает клиент? То есть, что он из себя представляет, где он размещается, как он поставляется клиентам? Это гошный бинарь, который поставляется клиентам в виде... Ну, если это установка обычная, то поставляется там скрипт, который устанавливает агента. Если это кубернетис, то это спецификация для демонсета. Если это докер, то это сценарий, там, докер-рант, тра-та-та. Но в целом это один и тот же бинарь, который сам все делает, и он знает, как достучаться до коллектора. Всеми правдами и неправдами, и в обход всех возможных проблем, которые мы знаем. Сетевых. Его архитектура трехкомпонентная, то есть, это какой-то дженерный кусок вида шедулинг конкретных плагинов, которых из конкретных дата-сорсов достают что-то, и там же, соответственно, код автообнаружения, ну, общий код для автообнаружения плагинов. То есть, если вы ставите агента на машину, на котором какой-то сервис запущен, там, база данных такая или другая, у него есть общая часть, которая вычисляет, какие там процессы и контейнеры запущены, и по ним конкретная часть конкретного плагина запускается, и уже начинает оттуда собирать данные. Это вот вторая часть агента, это вот эти все конкретные уже плагины конкретных дата-сорсов, там, это MySQL или там, Cassandra, Kafka и все вот эти сервисы. И третья часть, это вот, что Коль сказал, да, это доставка, то есть мы хотим очень хорошо в любом случае доставить, там у нас вписаны обходы всех возможных фейлов сетевых, которые мы знаем, то есть, например, у нас там мы живем, как хипстеры, в зоне I.O., и у нас один из коллекторов, значит, работает в зоне I.O., но эта зона уже несколько раз за время, значит, нашего пользования, ей падала. И у нас, например, есть обход такой ситуации в коде, не говоря там про, ну, типа, какие-то более простые вещи типа таймаутов и прочее. Так вот, иногда как бы агент еще и не может это все доставить, тогда он это складывает локально на диск в ограниченном объеме, опять-таки, потому что это целевая машина, продуктивная чья-то. Да, и агент, значит, в ограниченном объеме складывает это на диск, чтобы потом, когда появится связанность обратно до сервиса, дослать это все туда, в любом случае, показав пользователю картину, что там было все это время. Ну, то есть, по сути дела, копит ретроспективную информацию, чтобы потом... Ну, да. Слушайте, а вот с этой точки зрения агент, он как-то обновляется? Ну, то есть, вы имеете механизм автоматического обновления агентов? Или это, ну, то есть, как бы тоже с другой сторонним программным обеспечением делается? Он умеет обновляться, но там по ряду причин это может быть клиентом выключено. Вот, соответственно, обновление агента – это очень важная штука, потому что бывают баги, бывают какие-то неоптимальные штуки, бывает, выходит поддержка мониторинга новых сервисов, и для всех удобно, чтобы это происходило в фонде. Есть ряд компаний, у которых есть с точки зрения безопасности, на это все это опасения, но это решается. У нас есть, да, разные механизмы. Есть, соответственно, у нас клиенты, которые не облачной версией пользуются, а приватной SaaS-поставкой Акметра. У них, соответственно, это отдельный способ, отдельный регламент им обновления этого, но в целом... Ну, понятно, что у них вы обновляете сначала платформу, а дальше... Ну, то есть, например, простой пример, вот скоро выйдет Postgres 11, Акметр-агент умеет мониторить там... Мы вот в прошлом году вышел Postgres 10, мы через меньше чем неделю выпустили агент, который, значит, на Postgres 10 уже полностью функционально работал. То же самое будет с 11 версией, и туда добавляются... Ну, так как 10 версия лучше, чем 9, а 11, как понятно, лучше, чем 10, то агент, соответственно, тоже все эти новые улучшения, с точки зрения того, что он может показать вам, как там все происходит, он тоже будет... Ну, новшество будет в нем реализовано, и он будет это показывать. Слушай, ну, это целая огромная работа получается, у вас куча агентов, которые принимают кучу баз данных, кучу, я не знаю, тот же Кубернетес обновляется, и вам нужно всех этих агентов постоянно обновлять, новые версии... Да. Это ровно та нудная работа, которую мы пытаемся делать за наших клиентов. Это то, что в итоге, если ты как бы... Ну, альтернатива, да, например, Акметру, это делать свое внутреннее решение на разных опенсорс-технологиях, там, на разных стеках ее можно делать. Но в итоге как бы инженеры собирают... Много инженеров в каждой компании сидит и собирает систему мониторинга, вносит в нее, значит, сбор этих данных, и все как бы у всех в каком-то смысле для одинаковых компонентов одинаково. То есть много инженеров делают постгресс-мониторинг в многих компаниях. Это, на мой взгляд, очень большая затрата, пустая, как бы, ресурсов человеческих. Ну, да, вот. Поэтому ты говоришь, это большая нудная работа, ну, да, и это же классно, что мы ее как бы делаем, и, может быть, соответственно, вам не придется ее делать. А можно использовать вашего агента без вашего сервера? То есть у кого-то свои наработки, ну, скажем, полезно было бы использовать вот эту вот нудную часть, которую вы уже сделали? Нет, у нас такой поставки нету по двум причинам. Значит, наш агент поставляет данные, модель данных у агента очень хитрая. То есть вот есть современные хранилища Time Series, которые умеют так называемый Метрикс 2.0 формат, а наш агент присылает данные в еще больше, более сложном формате, чем Метрикс 2.0. Там кроме нейма метрики и словаря, ну, ключ значения, который аннотирует конкретный инстанс этой метрики, у нас еще есть сверху над этим такой словарь, который аннотирует теперь дата-сорс, с которого эта метрика приходит, чтобы… это нужно для двух вещей. То есть, в принципе, этот словарь можно было бы с обычным словарем Метрикс 2.0 объединить, но это нужно для двух вещей. Прежде всего, с бизнеса, с точки зрения, нужно, чтобы отличать, например, метрики с этого кластера Postgres, развернутого в Kubernetes, от другого кластера Postgres, развернутого в Kubernetes, хотя там они, я не знаю, с точки зрения Postgres, называются одинаковые, но мы хотим их различать. Это бизнес-задача. Ну, может быть, с Postgres это чуть менее актуально, хотя для некоторых компаний все-таки и так. Но с другими хранилищами, там вот у вас здесь диплоймент Redis, а там диплоймент Redis, это разные Redis. Вы хотите их вот так отличать. А с точки зрения нашей инфраструктурной, вот эти дата-сорсы в метриках нужны для того, чтобы они, так как метрики от одного дата-сорса часто читаются вместе, поэтому, чтобы положить их куда-то в хранилище так, чтобы они читались быстро и удобно, мы используем это знание дата-сорса, чтобы класть то, что будет читаться вместе, класть рядом. Вот. Поэтому, возвращаясь к вопросу, как бы можно, наверное, это запихнуть в какой-то тайм-сирии с базы данных, которые поддерживают формат метрик 2.0, но вы вот это как минимум потеряете. А еще и по факту мы собираем такое большое количество метрик, которые просто сами по себе, без поддержки нашей веб-частью продукта, она… Все равно это очень просто. Много данных, с которыми вы все равно не разберетесь. Мы автоматом показываем графики под все эти метрики, правильно собранные графики, в которые вы можете дрилдауниться, чтобы посмотреть особенности на той части подсистемы, на этой части подсистемы. И без вот этой поддержки эти метрики в вашем тайм-сирии с хранилища, но они будут, по-моему, невостребованы. То есть, может быть, часть из них какую-то все-таки втащите в свою графиковый дашборд и даже в алерты что-то засунете, но, кажется, будет типа 80% потеряно. Потому что агент, например, в среднем с машин собирает тысячи метрик. Там вот 6-8 тысяч метрик в среднем с одного сервера. Это прям много, чтобы их все не просто так куда-то записать, а потом на них не смотреть. А тут Иван, кстати, чуть раньше подметил, и хотелось бы некоторое мнение. А вот вообще предметная область сама по себе и то, как вы глубоко работаете с данными и вот с метриками в целом, предполагает, что у вас какой-то очень сложный путь адаптации человека внутрь команды. То есть, он должен не просто крутить свою гайку, а он еще должен понимать, как это все должно правильно работать. Сколько занимает процесс адаптации нового сотрудника внутрь компании, чтобы он по-настоящему начал приносить пользу? Ну, сложно сказать. Ну, у нас есть внутри разные направления. У нас есть как совсем хардкор, разработка системных компонентов, когда для того, чтобы понять, что тебе вернуло ядро в Netlink сокете, нужно лезть в сердце ядра и смотреть. Ну вот да. А есть интерфейсные задачи, есть задачи написания УИ или какой-то прикладной логики, их тоже полно. Поэтому я бы не сказал, что только самые отъявленные системные хардкорщики могут у нас работать. Нет, у нас полно всяких разных задач. Нет, тут знаешь, когда там системные какие-то вещи, понятно, там просто какой-то гуру линуксует, тут полез, он ковыряется, разбирается. Здесь, скорее всего, интересно, знаешь, когда те самые экспертные, ваша экспертная составляющая, которая является одним из главных компонентов. Собрать это одно дело, как 8-10 тысяч, что с ними дальше делать? Мы потеряли надежду найти человека, который бы мог с продуктовой точки зрения... То есть, приходится навязывать то, что у нас есть. Во-первых, нельзя сказать, что у тебя есть такая чутье-чуйка, оно развивается со временем. То есть, мы же изначально Акметр делали то же, как платформу для метрик. Другое дело, что она никому не нужна, потому что люди не хотят ничего собирать, никакие метрики. А потом мы понимали, что это нужно и как. И у нас уже сформировалась внутри методология, которую мы распространяем, о том, что если ты показываешь человеку график, он должен быть actionable. То есть, человек должен, если увидеть аномалию глазами, он должен понимать, что ему делать, чтобы она пропала. И подобного рода вопросы, или там, какой график показать вперед, да? Вперед надо показать график, который охватывает самое вероятное место возникновения проблем. То есть, график должен что-то показывать, и на нем должно быть видно проблема. Желательно, чтобы графиков не было много. И так далее, и так далее. И покрытие, да, если мы говорим, там, мониторинге базы данных, базы данных у нее есть, там, десяток основных узлов, да, которые работают. У тебя должна быть овервью, когда ты видишь все из них сразу, но не детально. И возможность провалиться внутрь, когда ты увидишь, что в компоненте номер 9 случилась беда, ты идешь в специальное какое-то место, проваливаешься, и видишь, в чем конкретно беда, и как это исправлять. То есть, вот эта штука, она противоположна тому, как, на мой взгляд, строятся там экспортеры, плагины, как бы, мониторинг вот в open source. Да, почему они, ну, порой хуже? Потому что люди говорят, мы с ними все, что торчит наружу. Даже делаете, что хотите. Мы с ними все метрики, как бы, а что там потом с ними будет, мы не знаем. Иногда, иногда, если разработчик системы, из которой эти метрики торчат, он сам уже это продумал, поэтому снять все – хороший выход. Но иногда это не так. Иногда нужно проковыривать себе дырки, правдами и неправдами, чтобы добывать правильные, хорошие метрики. Вот. Ну, этому мы там стараемся людей учить внутри просто по шаг за шагом. Я не знаю, у меня нет оценки. Ну, то есть, в любом случае, это такой достаточно сложный процесс, во-первых, что человек должен воспринять эту идеологию, помимо технических навыков, а потом, собственно говоря, уже, соответственно, работать уже вот с этим майнсетом, который вы ему настроите, условно говоря. Не, ну, мы стараемся формализовать свое видение в каких-то описанных тикетах. Конечно, когда мы делаем поддержку, не знаю, там, мониторинга кавки, мы не говорим человеку, иди и добудь нам хорошие метрики, чтобы датборд был самый классный вообще. Мы скорее, там, сами смотрим, общаемся с людьми, да, мы спрашиваем, как... У нас наш самый любимый вопрос, как у вас, вроде, что-нибудь взрывалось. Вот. Люди с удовольствием про это рассказывают, как бы, и мы стараемся из этого цеплять какие-то вещи. А потом, когда мы делаем бету, мы предлагаем людям, там, на каких-то, там, удобных всем условиях, чтобы мы поставили им свое решение и посмотрели, как оно у них впродяже. Если у нас, допустим, нету кавки, а мы очень хотим замониторить ее, мы ищем компанию, у которых она есть. Вот. И пытаемся туда набиться. Ну, датасет для нас очень важен. Слушай, а вот ты сказал такую интересную фразу, что люди ничего не хотят мерить. Да. А вот это почему? То есть, как это так происходит? Наоборот. Потому что... У меня есть сервис, я хочу, блин, черт возьми, знать, бизнес-показатели. Что у меня там с регистрациями, что у меня там с... Ну, то есть, соответственно, про железо то же самое. То есть, соответственно... У тебя есть сиюминутный задор. Я хочу мерить. Ты сделал несколько докер-ранов и развернулся бить какую-то платформу. Ты замерил свои показатели, посмотрел на них два часа, и тебе скучно стало. И ты ушел. Не, наоборот. Ты такой очень доволен, ушел домой. Но завтра тебе, короче, ты в нее не смотришь. Послезавтра ты в нее посмотрел. Потом еще через неделю ты в нее посмотрел. Еще через неделю посмотрел. Потом она сломалась. Тебе надо ее чинить. И ты такой, блин, а я что-то не хочу ее чинить и поддерживать. Это еще одна IT-система. Вроде же две недели нормально работал. Наверняка там ничего не случится. Чего фигня же. Ну, в общем, реально, когда люди такие, вот мы сейчас shiny new thing возьмем, сейчас ее поставим, туда кучу каких-то сборщиков данных, коллекторов, экспортеров настроим, чтобы они туда все слали, и будет замечательно. И, значит, они это сделали на вот этом первичном энтузиазме. Дашбордов настроили и все такое. Потом новая версия какой-нибудь сервиса выходит, под него это надо адаптировать. Комьюнити, по факту, зачастую не то, что не успевает адаптировать. То есть, они, по крайней мере, зачастую починят, чтобы старый экспортер работал на новой версии через какое-то время. Но новые штуки туда, это как бы работа энтузиастов. Она всегда до продукта не дотягивает. Тут как бы возникает такая дихотомия, на мой взгляд. Тут есть вендор, есть классические вендоры сервисов, Oracle, да, они поставляют классный тулинг для своих систем. То есть, там действительно много всего видно. Если ты умеешь его читать, ты реально там все можешь понять, как там все работает и что делать. А есть, например, ну, то, что open-source технологии, где как бы зачастую еще и бывают вендоры. Вот у Кассандры, например, есть вендор, который, его основной бизнес в том, что они продают свою кастомную сборку, у которой есть улучшенные фичи, и они ее продают. И они заинтересованы в том, чтобы тулинг тоже делать. И поэтому Кассандр в этом смысле отличается, на мой взгляд. А другие, например, open-source технологии, у них вендоры, если бизнес-модель вендора построена на том, что вендор продает саппорт, в смысле, что он как бы ваши проблемы превращает в свои деньги. Или консалтинг, это когда, ну, не acute проблемы, когда вот прям что-то случилось, и вы в этот момент платите, а типа, ну, она у меня тормозит там, вот у меня эластик, он тормозит, я иду в компанию, которая называется таким же образом, и покупаю у них поддержку. Они как бы с одной стороны заинтересованы давать тебе тулинг, чтобы получить больше adoption у этого эластика. С другой стороны, они заинтересованы, чтобы этот тулинг был классный и решал все вот эти проблемы, потому что тогда у них не будет бизнеса по консалтингу, по разрешению этих проблем. И вот это вот такая ситуация с open-source технологиями, на мой взгляд, ну, в смысле, с их тулингом, с мониторингом в частности, что даже если у open-source штуки есть вендор, который, казалось бы, ну, сделай классный тулинг, он зачастую как бы не такой классный, потому что, ну, конфликтует с бизнес-моделью основной вендора. Вот. И мы тут как бы такая независимая сторона. Мы как бы и не вендор, и мы не комьюнити, потому что мы пытаемся сделать продукт, а не какую-то штуку, которая для галочки, там, вот у нас есть мониторинг. Ну, а вот по большому счету, когда делаешь свой собственный сервис, ты, как правило, очень сильно заинтересован, ну, по крайней мере, какая-то часть твоего бизнеса заинтересована в том, чтобы были бизнес-метрики. То есть там, ну, как я уже там чуть ранее перечислял, это там, ну, например, количество регистраций, время отказа, там, ну, прочего, там, и достаточно большой набор с апсет, и, как правило, вот на это точно компании, ну, закладываются. То есть они это поддерживают внутри себя, они эти метрики собирают, куда-то шлют и так далее. Я правильно понимаю, что, в принципе, они могут завести эти метрики к вам внутрь метра и там, это, так сказать, смотреть вместе еще и с системными? Да, у нас есть плагины для сбора кастомных метрик, и зачастую эти кастомные метрики являются бизнес-метриками. То есть мы даем там легкий способ, там, селектным по базе, посчитать какие-то чиселки, которые тут же вывести на график, в табличку, не знаю, построить там по ним триггеры, там, дашборды. Вот, но бизнес-метрики, это все-таки, как бы, по ним ты будешь определять наличие проблем, а причину проблем, которая, ну, это другая задача, она влияет на длительность твоих инцидентов. И наша основная, как бы, работа, ну, то есть наша основная задача решать именно сокращение длительности поиска причин проблем. То есть инцидент – это, как бы, два куска, да, ты сначала понимаешь, что происходит, потом ты чинишь. Вот, мы призваны, как бы, мы стараемся клиентам практически, там, до минимума свести эту фазу поиска причин и проблем. Вот, а это требует очень большого количества метрик. Это требует, если ты хочешь действовать еще и проактивно, то есть ты хочешь быстро… Почему мы на стенде написали «грабли-детектор»? То, что ты хочешь, ну, как бы, не хочешь ходить по граблям, по которым ходили другие. И, как бы, в мониторинг свой, который ты развиваешь, ты можешь заложить те проблемы, на которые ты уже натыкался. А мы закладываем наш мониторинг и распространяем всем клиентам проблемы, которые, там, любой из клиентов натыкался, или мы представили, что кто-то обязательно на это наступит. В этом, собственно, такая несколько проактивная сторона есть. Как эта эвристика вообще работает? Это не эвристика, это просто набор знаний о том, что это за метрика и что такое хорошо и плохо по этой метрике. Условно, если у тебя есть любое приложение, которое лиснет TCP, и оно затупило, и к нему приходит новый коннекшн, у него растет бэклог. Вот, если взять и снять размер бэклога всех лиснет сокетов на всех машинах и начать его сравнивать с его лимитом, как только он подбирается, ты можешь, не зная о том, какое приложение, определить, что оно начало тупить. И эти хенты, они в масштабах, когда у тебя распределенная какая-то штука бэка происходит, они очень сильно помогают как бы сузить область проблем. И в этом нет никакого детекта аномалий, просто ты берешь хорошую метрику, ты берешь для нее не порог там в виде 38, а ты берешь порог, который осознанный, допустим, всегда разный в зависимости от размера бэклога. Или ты берешь там... Ну вот хороший пример, можно сколько угодно строить на травле детектора аномалий на температуру процессора, который вот так вот добежит, туда-сюда прыгает. Но на самом деле ты хочешь знать, что у тебя просела производительность из-за перегрева. И в Linux такая метрика есть, она называется количество событий троттлинга частоты процессора из-за перегрева. Если ее мерить и сравнивать с тем, что она не нулевая, ты всегда вовремя и без false positive показываешь, ребята, у вас есть эти проблемы. И таких просто правил, которые мы знаем, их количество растет, их уже много, это растет. То есть мы знаем, что в Postgres, если у тебя количество количество автовакуум-воркеров перлась в лимит и держится так несколько часов, то ты рискуешь тем, что автовакуум не будет поспевать за изменяемостью данных и у тебя просядет производительность на чтение. И много таких штук. Условно в Postgres там валаркайвер, у вас там копирует вал на S3. Какие-то проблемы, не знаю, там токен поменялся, вы забыли, у вас пухнет вал. S3 легло. S3 легло, ну тоже вариант. Ну, мелочь, да, бывает, всякое бывает. А это автоматно, если такие штуки все показывать. Ну, вот как приходят. На самом деле я пытался сформулировать такая философская штука, как развиваются системные администраторы по карьере. Сначала они приходят и не понимают, что они делают, потом у них нарабатывается набор практик, которые они уже проходили. Они знают, что если на сервере большая нагрузка, я кручу такой-то Cisco TL в значение волшебное, которое мне в блокнотике сохранено. Вот. Потом на следующем уровне они начинают думать, почему так, почему такое число. Или типа, а как мне понять, что этот параметр надо крутить. Вот. И на самом деле все стэк-оверфлоу админские, они как бы призваны на то, что типа, у меня такой-то счетчик инкрементица. Ему отвечают, крути такую-то штуку. И это на самом деле такой мировой админский опыт, который как-то шарится. Мы решили автоматизировать, но не так, а только то, что мы понимаем, почему. Вот какой симптом и какое решение. А можно где-то получить список этот? Список? Да. Того, что мы сейчас делаем? Хотя бы умение. То есть, как бы, если вы придаете это, и я покупатель, да, чем больше этот список, тем больше я понимаю нужность вашего как будто. Да. Ну, то есть, мы сейчас его нигде не вывешивали, но у нас есть триалы, и когда ты ставишь триал, большинство этих лампочек тут же загорают. Ну, специфичные для тебя. Если у тебя MySQL, то показывать тебе лампочки про Postgres, рассказывать тебе про них. Будет, ну, бессмысленно, да? Поэтому это важно, какой у тебя стэк проекта, какие технологии используются, там, я не знаю, кто-то использует контракт, кто-то не использует контракт, да? Я тебе начну рассказывать, вот у нас, значит, вот подходил ли ребята из команды Авито, которые рассказывали, как они там крутят свой кубернетис и как они с ума сходили с фейлом, который у них там происходил. И выяснилось, что достаточно было одного показателя, что вот у них был включен контракт, и он там на мастер-ноде, что-то с ним произошло, и он там переполнился. И этого было достаточно, но я начну тебе это рассказывать, ты вообще контракт не используешь, потому что у тебя там, ну, свои какие-то особенности, почему ты так решил. И для тебя это будет ерунда, да? Да, список весь огласить, ну, это каждый подробно рассказать, это с ума сойти. И может быть даже... Ну вот, поэтому мы как бы его не педалируем, да, он завтра нарастет, потому что появится новый. Поэтому мы как бы за то, что у нас есть бесплатный триал, ты можешь увидеть, какие лампочки в твоем случае сработают, это будет уже что-то. Скорее всего, мы за, как метр за время триала, он увидит какие-то эти особенности, которые, может быть, ты и не знал вообще. Мы тут вплотную уже подошли к очень важной теме, к теме про деньги, потому что как бы, как вот этот триал, как выбрать, как вот этот список, потому что вообще давайте как-то подумаем, вообще отличается как-то выбор вот этой системы мониторинга и вообще как бы выбор покупки вот такого типа сервиса в России и за рубежом вообще, и у маленьких, и у крупных компаний, как это все выглядит? Ну, вот мы пытаемся в России, пытались в России долгое время продавать, как мы считаем правильно это продавать, то есть какая альтернатива к метру? Есть другие решения, прям полноценно таких же решений нету, есть, соответственно, разрозненное количество решений, там вот для этой базы данных есть вот от тех чуваков хорошее решение, для этой базы данных от тех, есть хорошие АПМы, которые показывают внутрь кода приложений, но вот такого инфраструктурного другого решения нету, как обычно люди поступают? Есть альтернативное решение сделать его самому на опенсорс каком-то варианте, да? И в России, например, никто, мы пытаемся, ну не никто, наверное, но мы пытаемся все время рассказать, ну смотрите, вы посчитали, сколько вам будет стоить вот это развертывание, вкладывание туда сил первоначальных? Нам говорят, ну я разверну, у нас уже кубернетис есть, соответственно, я там кубернетис сделаю то, кубернетис сделать все, все, оно развернуто, дальше я сделаю экспортеры там везде, намечу, и у меня все готово, а вы хотите за это денег, а я это типа за день все разверну, но туда не входит вот эта вся экспертиза, что потом, какие алерты завести на все эти триггеры, какие дашборды составить, чтобы они тебе сразу показывали, каждый график сразу показывал тебе про подсистему, есть в ней проблемы, нету проблемы, да? И вот это все не считается. Например, в Штатах клиенты, они наоборот такие, выпускают новый сервис какой-то, ну в смысле проект, у него там какая-то инфраструктура, и они такие, о, нам нужно значит, раз эта инфраструктура, нам надо ее покрыть. Мы, конечно, может быть, можем сами на опенсорсе это делать, но мы, взращивая эту экспертизу, как бы потратим на самом деле, там время людей чуть дороже, чем у нас, и поэтому они его считают лучше, хотя на самом деле у нас время инженерное тоже довольно дорогое, и вот, и они такие, смотрят, какие есть на рынке решения, выбирают их, они реально считают, сколько, значит, это будет им на той системе, сколько им будет на этой системе, сколько, если они скомбинируют несколько, как они альтернативно будут жить без этого вообще, и что они могут сделать из опенсорсного. И это совсем другой процесс, они вот реально, как бы, у них есть вот этот вот менеджер проекта, он технарь, это человек-технарь, потому что он выбирает техническое решение, это не может быть какой-то непонятный закупочный менеджер, да, который там стулья закупает, это реально прям инженер, но вот его задача, это не там в инфраструктуре что-то навертеть или код выпустить, а просчитать инженерно, просчитать, какое долгосрочное решение будет для компании выгоднее, и зачастую получается, что да, купить готовое решение лучше, чем долго потом поддерживать для новых версий, для новых бизнес-требований и все такое. Ну, мне кажется, знаешь, это просто какая-то, может быть, такая, не знаю, особенность там менталитета, некая недальновидность, а ладно, и так сойдет. Ну вот, то есть, ну что, блин, ну действительно, что ты нам впаришь? Да ладно, сейчас на коленках напишем, open source все есть. Никто не считает вот это в долгосрочной перспективе. Ну, да, мне кажется, это очень интересно в том смысле, что это, мне кажется, идет все-таки не от инженеров. Инженеры такие люди, если им ставят задачу, как бы вполне понятно, они к ней все-таки подходят нормально. Но мне кажется, это идет от менеджмента, который не ставит нормально эту задачу, что мы типа вводим в эксплуатацию вот этот новый проект, нам для введения его в эксплуатацию нужен вот такой чек-лист. вот то и это, там, такие-то системы, я не знаю, мониторинг, бэкапы, еще какие-то другие системы, да, зависит от проекта уже специфично. Им не ставят такую задачу у нас, то есть, это такой русский менеджмент. Не, а знаешь, а мне кажется, тут еще вот какая может быть ситуация, смотри, так как бы, да, ставят, ну приходят менеджменты, говорят, так, ребят, нам надо мониторить. Ну вот, как бы, такое, по самому задаче, да, нам надо мониторить сервис. Ну, что такое мониторить? Ну, буду снимать метрик, если CPU больше 90, загорю, ну, включу красную лампочку. Да, никто вот заранее, и, в принципе, наверное, это как раз таки вот, Коля об этом как раз говорит, что никто не хочет ничего собирать, не понимает, что нужно собирать, понимаешь, то есть, как бы, вот сказать слово «хотим мониторить» – это одно, а поставить задачу и сформулировать, понять вот именно вот эту экспертизу, как бы, что надо, на самом деле, задача не мониторинга, задача сделать так, чтобы все работало, да, а как бы составляющая решения этой задачи – это мониторинг, более того, проактивный, с экспертизой, с пониманием, какой метрика за что отвечает, вот это все, вот сюда и походит. Мне кажется, это вот та область, которой нам, как российскому сообществу инженерному, надо расти и перенимать опыт коллег, то есть не только вот именно там снятие барьеров в рамках девопса, но и какое-то инженерное девопс-видение именно. Девопс должен решать задачу бизнеса, в частности, задачу бизнеса оптимизации там общей цены, да, решений. Ну вот это такая вещь, которую, мне кажется, всем стоит нам учиться делать. Не скажу, что мы ее делаем, я лично, что я ее делаю суперкруто, но мы общаемся с вот этими зарубежными клиентами и на их, ну от них мы вот, я лично от них этому учусь. Это, мне кажется, очень здорово. Круто. Круто. И на самом деле мы сейчас находимся на конференции, я напомню, девопс-конф-реша-2018, собственно говоря, где как раз ребята и делятся опытом, мы выступаем, собственно говоря, вот Николай выступал, ребята выступают со своим стендом и в следующем году, конечно, конференция повторится и может быть приехать и, собственно говоря, еще раз поделиться опытом, понять, что происходит нового. А мы на этой замечательной ноте будем завершать выпуск этого подкаста, будем с вами прощаться, уважаемые подслушатели. На этом все, пейте кофе, пишите джава, до скорых встреч, пока-пока. Пока-пока. Счастливо. Пока. Пока. Счастливо. ПОДПИСЫЛЯ